Пойдем к охранникам. Угостить хочешь? А, хлебушка мы не взяли, мы не взяли хлебушка. Я все купил, стал как вы звали. Здрасьте, здарова. Мы тут сами встретились, да? Сейчас у тебя... Вот сейчас хороший вид, охранник и жаждал такого вида как раз, чтобы был такой вид. Я не знаю, на самом деле. Он просто попросил своих, он сам не стал этого делать. Это нормальный товар или нет? Нормальный. Нормальный. Ну, сейчас я вам буду угощать. Вы что будете, рыбку или... Я не куплю? Нет, надо. Нет, подождите. Вы как хозяин этого места... Вы для себя приобрели. Вы как хозяин этого места, вы должны отведать, чтобы мы были уверены, что это качественный товар. Я не доверяю. Мне кажется, товар просрочен. Я вам уже там объясню. Давайте еще раз... Хотите еще раз объяснить? Ну, возьмите. Берете любой товар на ваш выбор, берите любой. Ну, любой товар. Какой там срок годности? Срок годности. Не годит до, а срок годности. Срок реализации. Срок реализации. А, срок реализации. Срок реализации. Прошу вас положить. И с вами не о чем больше говорить. Зам. Директор врет. Нагло. Да нет, просто положите. Он говорит, что мы это приобрели в 19.05, либо там сняли, хотя мы показывали всем время. В общем, ну, я на камеру проскажу лгун, врун, и нам с ними говорить не о чем. К тому же, по закону, по гараженскому кодексу, продавец обязан передать товар потребителю с тем расчетом, чтобы он смог его употребить до истечения срока годности. Даже хотя бы вот просто на это, если ориентироваться. А потом какие-то там за минутки зацепился, на самом деле мы купили после того, как он был просрочен. Кроме того, ладно, там на 5 минут якобы хотел нас обмануть. Давайте посмотрим на рыбку, да? Рыба, она посована какого числа? Восьмого. Восьмого. То же самое 12 часов. Ну, во сколько мы ее взяли, эту рыбу? Как это так? Упакована 8 марта. 12 часов прошло с 8 марта? Ладно, здесь, вы говорите, не прошло, вы там раньше схватили. Такие потребительские экстремисты пришли. Мы здесь-то. Мы подождали два дня и после этого там пришли. И все это главное. Приношу свои извинения за досадное недоразумение. Данное замечание будет исправлено. Спасибо. Не верю. В прошлый раз то же самое замечание сделал. Он был, конечно, без групп поддержки. Охранник до сих пор без форменного обмагирования. Шеврончиков нет. Какое принадлежие он к частной охранному предприятию? Непонятно. Удостоверений не имеет. Граждан не предъявляет. Замечание пущет. Исправление за исправлением. А вот здесь снимите лица руководителей, которые держат это. Ну вы поняли, да? Соответствующие органы не выдавали лицензию. Соответствующие органы не выдавали лицензию. Соответствующие органы... Да и непрекретентен абсолютно. Полный ноль. Ты только что показал покупателям, которых делали в магазине, это монолог, я тебя учу. Слушай и молчи, когда тебе говорят. Так вот. Ну ладно, мы успеем написать. Он обязан предъявить граждан по требованию Удостоверений и частного охраны. Вместо этого он предъявил оскорбительный жест. В принципе, можно расцениться как хулиганство. 20.1. И привлечь его... В принципе, это можно и 15 суток загреметь. Потому что это была не только мы лично Вова, но и всем вам. Вова. Это был Владимир, теперь Вова. Нет, вы представились просто Вова. Я не говорил Владимир. Да. Я говорил Вова. Нет, я поправочку сделал. Это Вова. Вы там обозвали все. Просто Вова сказал. Правда? Да. Ну, просто Вова. Все это помочь может? Ну, мне кажется, вы не. Вы же не исправляетесь. Не исправляетесь. Сейчас мы просто зафиксилим это. Протокольчик составим. Полицию вызовем. И наложим на вас административные взыскания в дальнейшем. Ну, с помощью представителей. Не лично. Мы все делаем чинно, благородно. Не ругаясь. Ну, продают в магазине просрочку, с кем не бывает. И в диксе, и в пятерочке, и в перекрестке. Ну, разница невелика. Как вы видите. Единственная разница могла бы быть в общении. Ну, общение вы все видели прекрасно. Это всем вам привет от этого мальчика. Мальчик у нас очень вежливый, добрый. Сейчас идет на разборке. Смотрите. Деньги за сбор. Я и в тот раз с вами не разбирал. Давайте мы его представим. Мурат. Я с вами и в тот раз не разбирал. И в тот раз не собирал. А кто мне стул выхватил, чтобы меня? Смотрите. Мурат. Ханство за ханством. Следовало вас. От вас. Вы довели администратора. Довели до чего? Марина. До слез. Я не помню слез. Я надеялся, что вашего администратора Марина я доведу до того, чтобы сегодня под камерой я вот это не приобрел. Именно вот для этого я ее в прошлый раз учил в сроках годности. Как называется вашей деятельностью? Вашей деятельностью называется потребительский экстремизм, да? Мы, к сожалению, реально защищаем права потребителей. А знаете, что вы на ютубе тоже похватываете? О, да. Я вам сейчас покажу ролик. Он просто еще никто не знает сейчас. А, вы уже слили, да? Залили? Нет, нет, еще я пока не слил. Сейчас я вам покажу как первому. Вы на картинке там будете. Вы сказали, что если я попаду в... Если вы попадете в ютуб, то я буду привлечен к уголовной ответственности. Нет. Он, кстати. Он к уголовной ответственности. Нет, я не говорю. Он готов. Ролик уже готов с вами. Он будет вот такой красивый. В общем, вы меня... Вот такой ролик будет. Вот такой... Его сейчас опять отвлекаем от работы. То есть, ролик уже готов. На самом деле, он будет скоро обубликован. Ждем просто... Ну, праздник сейчас закончится. Всякие выходные. А тем временем в магазине до сих пор осуществляется продажа просроченных продуктов питания, я подозреваю. Я прям чувствую. А ты чувствовал этот запах, да? Вот когда мы были в Рыбном? И не зря мы его чувствовали. Наверное, я сейчас говорю, этот... Который... Который... Срок у него получается... Двенадцать часов. А продажался через... Ну, это... Девятого, ладно? У нас другая. Более тупая рыба. Да. Двое суток, примерно. Ну, рыба опасна. Я не буду ее. Двое суток. Подождите, секунду, что? А вы проверили свои товары на то, что они, может быть, какие-то негодные? Вот, начал проверять после того, как получил картовый чек. Я обратил внимание, что, как минимум, 30% на сроке. А вот, я думаю, что... А можно я проверить? Я просто специалист. Если у вас налетный класс. Да, посмотрите, пожалуйста. Вот здесь. Так, здесь у нас... Интересно. С пятого, ноль третьего, девятнадцатого. Срок ранения пять суток. Зарей тебе. Пять суток прошло с третьего марта. Я думаю, да. Здесь то же самое. Здесь у нас... Ранение... Ранение... Годен до... Ноль восьмое. А вы спросите, вот этим занимаетесь, да? Ноль третьего. Да, да, да. Нет. Нет. Не этим я занимаюсь. Я вижу, что я буду занимать. Так, к сожалению, иногда мне... Представь. А вы здесь охранники, да? Нет? Это вы не справились. Не вы, да? Чё? Некорректно общаетесь. Ну, по органам это охранники, я упаду в форму. Не хотите, да? Мне кажется, да. Да. Я его первый раз видел. Он в шиноколубке видит. Я поэтому и спрашиваю. Я всё время подкрашиваю, у меня всё время свежий. Мало подкрашиваю. Мало подкрашиваю. Мало подкрашиваю. Я себя подкрашиваю. А удостоверение ты не принёс человеку? Нет, не принес. Ну, он отказался. Нам достаточно. Господин охранник. Другой. Можно вас? Господин охранник, мне нужно вот тогда забраться по по поводу вот этого вот всего продавца. А у директора? Ну, вы как-нибудь там какую-то салютку следите. Вот у директора. Давай, смотри. Годин до 08-го, а пока на 05-го. А вот ценено 09-го. Вот просто, ну просто вот, годин до 08-го, 03-го в 0 часов. А вот у ценено 9-го. Он сначала просрочен, а только потом уже скидку на него сделал. Т.е. целенаправленно сделали скидку на просроченный товар. А вот удостоверение ему покажешь, что-то ему? А зачем он? Понятно. Он тоже, может быть, захочет человек. Вы ему тоже самое удостоверение проверяете, что и мне, или это какое-то другое? Я не понимаю. Может быть, с другой руки у вас удостоверение достанете? Вы пришли препятствовать наше отравное действие? Препятствовать? Да. Вы помогаете задавать просрок, а мы препятствуем. Нет, мы помогаем выносить, не воровать. Они помогают вот таким людям, в общем, они мешают мне осуществлять подобную деятельность, когда пресекаем противоправные деяния и по продаже просрочен продукты. Именно этим занимается охранник. Он вот таких лиц выявляет и их прессует. А самцу вы откуда брали? С холодильника? Ну, где-то она здесь валялась. Это у меня коллега сказала. Нет, значит, с холодильника? Коллега моя. 48 часов при температуре 2 плюс 6. Когда произведено? Где произведено? 9.03. 48 часов. Где произведено? Когда произведено? Вот здесь указано. Упаковано 9.03. Дата производства здесь нет? Ну, от пистыни идет. Упаковано, а не произведено. От пистыни идет от упаковки. Вы через низ. Подразите. Данная продукция входит в полуфабрика, там замороженная. Вы упаковываете? Нет. Здесь нету дата производства. Если есть дата упаковки, то жаба дата производства. Пойдемте. Прошу. Удостоверение, конечно. Вы оскорбляли администратора Марина. Оскорбляли меня. Вы называли? Когда? В прошлый свой приход. У меня не было прихода еще. Я наркотики не потребляю. А сейчас вы прощаетесь. Я не потребляю наркотики. А сейчас вы прощаетесь? Я же не потребляю. Я предъявляю вам это действие. Вам оно интереснее? По требованию должны обязаны. Смотрите. Я вам предъявляю. Вы признаете в том, что вы... То есть вы хотите выполнить свою обязанность и заставить меня что-то сделать? Я не заставляю. Все на добровольном. Я жду, я не буду признаваться, нет, я признаваться в таком не буду. Зачем я буду то, что не совершал признаваться? Как не совершал? А что я совершал? Выскажите, вон, прямой эфир, выскажите, я не буду рот записать. Вы заходили, вышали мне, работали. В чем выражалось? В чем выражалось хамски? Оскорбляли меня. Начнем по порядку. Вызвали терпилой за то, что я вызывал. Вызвал заборщиков? Да, вызвал. Затерпелся. Смотрите, папа. Опять оскорбляли. Что ж такое? Это же оскорбление. Наверное, да. Ну, так надо вызвать полицию, если гражданин Допарь-Парь-Штэк. Затерпилился. Так, давайте я расскажу в прямом эфире, на самом деле, что они приняли за оскорбление. Я себя иногда веду плохо, вы знаете. И в прошлый раз, не знаю, кто это был там, да? А ее тут нет. В общем, какая-то дама делась я неадекватно, запрещала съемку, за лучик там даже задергала. Отказывалась возвращать деньги. В общем, несколько часов провели, чтобы только вернуть деньги за товар ненадлежащего качества, который они продали. Вот. Она начала всех фотографировать. Я был не один, я был там в команде, нас было трое. Начали мне один. Понимаю. Ну, потом со мной встретились, когда я был один. Вот. И я ей говорю, вы только, пожалуйста, на это фото не дрочите. Слово нормальное вроде. Тем более, это просьба была моя. Она такая, что? Я говорю, не надо. И они вызвали ГБР. Приезжает ГБР, и она им жаловалась. Я хочу написать заявление. Что такое? Он сказал, чтобы я не тратил на его фото. Я говорю, я ему попереджаю, не надо. Вот видите. В общем, я не знаю. Наверное, где-то в ГБР лежит на меня заявление о том, чтобы я вот оскорбил. Потому что я не хочу, чтобы на мое фото именно та женщина... Нет, какая-то другая может быть. Я не знаю. Вы знаете. Ну, не так. Но, этой... К тому же, если бы она хотя бы была на доске... Троугодность. Наши мои любимые продаются большой, то есть натуральный продукт с короткими, с короткими годностями. При обнажении товара, отвеседшегося в срок годности, или товара ненадлежащего качества, просим вас не приобретать его. Они не хотят, чтобы им потом пролетело, а сообщить в администрацию магазина. Ну, на самом деле, мы сегодня так и сделали. Мы сегодня, перед тем, как приобрести, мы все видели в прямом эфире, мы подошли, спросили. Вот, я считаю, что это просрочка. Это нормальный, можно купить, можно купить. И пошли купили, даже выполнили их по желанию. Страшно, да? Все видели, да? Все видели, настоящее удостоверение охранника. Если вам какой-то охранник будет показывать какую-то там Филькину грамоту, как Собянин скажет, вы знаете, значит, у всех охранников выглядит именно так, как вам было показано. Муратом. Мы не успели чуть-чуть снять. А, то есть это на нас показывали пальцы, да? Да, да. Вот, да, на вас показывали, говорит, вот мы прям вот чуть-чуть не успели, и она пробивала шестидневный просор. Это мало. Малый бой. Мы просто проверим, на самом деле, сколько времени прошло, да? Эфир закончится, полчаса прошло, даже больше, да? Угу. Хватило им времени на то, чтобы вот так вот, я не готовился. Ну, знаю, что у них вот такие вот сроки, где там 12 часов, сыры всякие. Тоже могут быть косячки, поэтому пойдем послали. Кстати, встать. Не, нельзя. Сейчас быстренько. Одним глазком буквально, одним. Ну вот, просто берем первые попавшиеся, да? Упаковано 27.02. Изготовлено когда? Когда изготовлено? Не хотят они писать сроки, ну, упаковал, нашел тухлую рыбу, да? Взял и упаковал, и писал, упаковал я сегодня, говорит, она тухлая. Нет, я только сейчас упаковал. Волшебный лайфхак. Да, это те, кто хочет тухляком продать, упаковывайте, говорит. Ну, изготовление не важно, главное, что сегодня упаковали. Упакованы без... Вот, причем я не понимаю, вот, есть, берем два соседних, скажем так, да? Вот, почувствуйте разницу. Упаковано, и, возможно, срок годности какой-нибудь там есть. А я пока и не вижу. А вот нашел срок годности. Три месяца. А, словами написано, поэтому долго. Вот. Упаковано, и срок годности. Здесь же срок годности, упаковано, еще есть изготовлено и годен до. Так должно выглядеть. А вот так не должно выглядеть. Ну, как к этому отнестись, да? Изготовлено 8-11-2018. Я просто таких много снимал, на самом деле. Упакован 29-01 годен до 06-02-2019. А сегодня какое число? Давайте спросим у девушки. Девушка, какое сегодня число вы не подскажете? Что просите? Какое число сегодня? 10-ое число. Как был месяц. Марта. То есть 8-ое марта уже прошло, можно вас поздравить, правильно? Мы вас поздравляем. А вот у вас там написано было, что если такое нашли, то обратитесь к администрации. Это именно к сам директору, да, вот, входит у вас? Пока, да. То есть не к вам, я имею в виду, да? Нет, конечно. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Ну вот. Да. Ну, мы заберем на всякий случай. Да, все. И вот эту мы до 28 февраля тоже заберем. Проверим нижнюю, если такая же. Да. Нижняя такая же. Ну, живописно. Это перекрыток или до 03-03. Вот так. Мне кажется, тут что-то убрали, потому что было. Хотя, может, и нет. Малый. Проверим. Раскупили, они убрали. А, раскупили, нам посады. Конечно, сейчас же вечер. Сейчас же вечер. А вечером, как обычно, просрочечки будут. Теперь, пожалуйста, там много просрочек у вас попадается? Выставляем, наоборот, еще больше к вечеру. Выставляете больше просрочки? Да, да, просрочек. Спасибо вам за честность. Как дурачок какой, как будто не понимаешь. Что ты дурачка-то строишь? Не про срочку, а товар выставляем. Люди же с работы идут. Нарезки делаем. Кусочки то режем. Ну, я про просрочку спросил, а не про товар. Надо дурачка состроить. Я про просрочку спросил, вы ответили. Бандит, как дурачок. Что я делаю? Вы сначала тут получили, как смотрите, как просрочку. Чем вы недовольны, скажите? А мы нет. Выставляем еще больше под вечер. Да, вообще нет, до сих пор. То есть, им замечания вежливые. Я сегодня вежливый. Скажите, лайкос ставьте с тобой, если я вежливый. Если я не вежливый, если мало лайкосов, я буду невежливый. Ну, я знаю, сейчас никто не поставит из-за этого, чтобы видели меня в бешенстве и гневе. Поэтому вам не видать. Много-много лайков. Я всегда буду добрый, вежливый, когда захочу. Блин, вот здесь я не скажу, что товар свежий на самом деле. Я скажу, что по маркировке он свежий. По маркировке он свежий. Естественно, что перестекировывается. Но это уже сложно доказать. А я вот все продолжаю у вас находить. Ну, вот выбирайте на любой вкус. Вот так вот. Три. Три разных. В чем-то здесь либо маркировка наручная, либо срок годности истек. Либо и то, и другое. Ну, вы же говорили мне смотреть на годен долг. Я же опять, что это будет на него истек. Надо как-то вот определиться. Либо вот это смотреть, либо другое. А так вот в заблуждение вводится потребитель. Поэтому с маркировкой полный вар, да? Да, обязательно. Спасибо вам большое за замечание. Обязательно наведем порядок. А здесь вот по маркировке даже написано. Тут в реальности он истек в любом случае. Там по всем подходит. То есть, прям никаких даже ошибок маркировки нет. Согласен. Спасибо вам большое за проведенную работу. А с этим что все-таки, я не пойму, есть маркировка или просрочен? Маркировка. Маркировка? То есть, продажа. Обязательно будем разбираться. Что, менты так и не приехали? А кто их узнал? Я. А какой тут берите отдел полиции? По Мещанскому району. Где у нас начальник, морковник Игорь Александрович? Да. Друзья, надо позвонить и искать, дорого такой. Приезжайте. Полчаса они едут в сотрудники полиции. Я не сразу приеду, если представишься, дорого. Вот полчаса они едут в сотрудники полиции. Это хозяйство кого? Морковника. Первое хозяйство. Да, вот. Не буду спорить с Орлом. Повернем вам все остальное. Сделай, пожалуйста, вон. Сюда, да? Да. И, конечно же, очень хотелось бы, на самом деле, ну, как знак примирения, да, чтобы вы позвали Бурата, охранника, который вроде как охранник. Пускай покажут заявление, извините, все, до свидания. Ну, хотя бы, с вашей стороны, если бы такая просьба была, было бы хорошо. Я не могу его. Возвольте сотрудник? Нет, это сотрудник, четная команда, предприятия. Он не относится к СИЗТ-перекраску. А кто его налил? Центральный офис. То есть не вы, а... Мы самостоятельно не занимаемся подбором. Интересно. То есть творят, что хотят, и даже директор не может никак повлиять на этот предел. Директора, зам директора. Ну, директор тоже не может? Да, раз. Ну, директор тоже не может или не может? А что вам мешает его попросить? Хотите переходить сюда завтра? Придем завтра. Это хорошее будет. А что вам мешает просто попросить охранника? А можете просто попросить здесь. Это было и времена, я бы сейчас съел это. В голодные, в голодные. Чек дадите? Чек, ну, не знаю, протестируем, может быть, без чека у вас раз. Нам просто люди не верят, что без чека можно все вернуть. Нет, я должна узнать, вообще помню, все равно, если даже ты без чека. А там же все. Там что-то 900 с чем-то рублей. На какую кассу? 995 рублей, 90 копеек. А чек вы не брали, вам не отдавали чек? Ну, я не помню, где он у меня. Знаете, мне недавно просто покалечили очень сильно. Раньше я был красивым, молодым. И, к сожалению, сейчас у меня память. А если я тогда найду ваш чек, ладно? Плохая. Давай проверим хотя бы так. Это было приблизительно минут 45 назад. Сумма 995 рублей, 90 копеек. Там был 19,20 или 19,15? А, 999 рублей, 5 рублей. Наличная плата была у нас, кстати. Карта. Это было примерно 19,20, да. Безналичная плата. Последняя карта, которая там, алкогольная. А, последняя, да? Хорошо. Ты сейчас быстренько распечатываешь? Вы-то мне новичка нужны. Да, хорошо. Подождем. И карточку приготовите, ладно? Все готово. Для донатов всегда готова карта. Ну, вы поняли меня, да? А теперь главное, чтобы не вовремя не приехали те, кого мы, ну, с одной стороны ждем, с другой стороны... По крайней мере, ты не извинился все равно. Ну, я думаю, после выхода этого ролика, а Павлик припажер, он этот ролик выложит, да? Может быть, со мной поделится даже. Я подумаю. Так как я ничего не снимаю, как вы заметили. Но, конечно же, всегда наготове. К тому же у меня здесь трофеи есть. Трофеи, видите? Перекресточек тоже такие вот, трофейчики. Камера, кстати, старая. Вот, знаете. А где твоя новенькая? Новенькая? Погибла. Мы, в общем, сейчас проверяем, как можно вернуть товар без чека. И, вроде всего, пока успешно. А то, говорят, без чека не вернем. Нам это не нравится. Вранье. Да. То есть все можно. Но, возможно, придется вооружиться группой поддержки камеры. Но можно. Люди подозревают, подозревают, что товар не свежий. А мы идем в алкоголь. Моя любимая касса с алкоголем. А где пироженки? Я не нашел. Кстати, пироженые. Нет, а есть они? Что? Сейчас где-нибудь. Я хотел попробовать. А их не правили просто у вас. И чтобы не ели. Вы же, блин, поднимись в прошлый раз издевали. Издевался? Я пробовал. Подругался. Пробовал. Я попробовал. И в надежде... Выплевывал. Я не выплевывал. Нет? Нет. В следующий раз мы, наверное, выплюнем. По просьбе Мурата. Надо выплевывать. Ну, у нас была такая задумка. Рефлекс на просрочку, да. Там всего лишь вкус не понравился, я признаюсь. Товар был... Нет, там был, знаешь, до какого-то 0503-03 там было. Что это такое? Это было без года. Я не поверил. Трнулось. Мы вот приложимся мощами и просто. Все, сработало. Чек возврата. Извинения и до свидания. Приходите к нам еще. Будем рады вас. Как меня сейчас, она возвращает вам. Одна карточка беру. Деньги, 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 деньги. Вот опять, деньги на покупки. Так, досроченный товар. Извините. Вот, извините. И приходите к нам еще. Приходите. К нам? К нам еще, только я с камерой. Ну, как, с камерой, это же реклама. Бесплатно сегодня. Всего доброго. До свидания. Ну, вы хоть и справитесь с каким-то... Да, мы, конечно. Вы знаете, мне тоже как-то оказалось это просрочено. Капустил? Да. Ю-ху! Что? Тебя кинули, обманули, потратили твое время. Ты улыбнул. Я такие всегда звуки издаю, когда на карту приходят деньги. Уи-и-и! Ну, мы находимся на выходе. Продопоповский переулок, дом 3, перекресток. Ну, пообещали исправиться, но мы, конечно, проверим. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы проверили его вновь, конечно, вам придется подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. Ставьте лайкосы, пишите комментарии, все, что вы думаете, особенно о удостоверении частного охранника. Нового образца, это удостоверение было. И не забывайте, конечно, жать колокольчик, когда вам будут вовремя приходить уведомления о том, что видосик новый вышел. Также подписывайтесь на нашу группу в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте, оказывается, есть. Я просто не знал. А, я смотрю, кстати, на фонарик, это неправильно. ВКонтакте тоже подписывайтесь, хотя меня там почти нет. Это был у нас Перекресток, всем удачи, всем пока. Боритесь за свои права.